Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 796. Событие дня. Откровение 22.17. И дух, и невеста говорят, приди! И слышавший да скажет, приди! За 17 февраля 2018 года. Так, кто-то. Делаю ролик от баптизма к православию. Нужны прологи и постскриптумы, в виде цитаты из Библии к следующим стихотворениям. Это Виталий Калиников мне пишет. Матфея 16.18. Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камня создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Стих. Без церкви нет спасения. Аминь. Кто верующий, разве будет спорить? С иными доводами нехрист, просто сгинь. Сектантством в этом расхождение корень. Христос есть муж, жена, святая церковь. Она же и невеста в подвенечном. С писанием о том проводим сверку. Сектантом ноль при этом обеспечен. Христос на камне церковь основал. Не на Петре, а на исповедание. Она неодолима, хоть бы ад восстал. Не преодолеть ее, ей сил на то достанет. Вне церкви. В море быть вне корабля. Без таинств животворных, без лекарства. Нет лоцмана, штурвала, нет руля. Пираты будут за главенство драться. Христос апостолов избрал, благословил. Они епископов поставили законно. Через рукоположение талантов дал и сил. Апостол Павел нам о том напомнил. Где церковь, тело, а Христос, глава. Там ересям и сектам входа в церковь нет. На церковь дьявол учит их плевать. Но их возмездие же будет им в огне. Но и возмездие же будет им в огне. Домостроительство, программа до конца. А спаривать писание, какой же будет прок? Зачем чужого голоса плясать? Безумец лишь против вражна попрет. Но в церковь столько ила нанесло. Под ним скелеты, вещи, атрибуты. А благовестие за грех ушло на слом. Больные ноги вовсе не обуты. Рождает церковь, рядом змей стоит. Дракон и головы, безбожество и секты. В пустыне верных не достанет чип. И не уловит дьявол интерсетью. 23.05.2007 года. Игнатий Лапкин. Титу 1.5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и силен и наставлять в здравомучении и противящихся обличать. Притча 6.6. А тут другое стихотворение. Он два стихотворения прислал и на другое стихотворение. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. То есть это эпиграфы ставлю, он правильно делает, что не сам ставит именно стихотворение, я внутренний смысл, дух должен показать в каких-то местах писания. Это к другому стихотворению. И о врагах уметь сказать не худо, когда у них есть лучшее, чем наше, к тому, что есть заветное прибудет, на нашем поле пусть и их лошадка пашет. Но так не принято, обычно все не так. Уж если в чем-то с нами не сошлись, в ту сторону начнут плевки свои метать и заволакивать своей природной слизью. Бог дал свое и вражьи оценить, воспользоваться чудной панорамой и в явь преобразить младенческие сны и к цели выправить, что было столь непрямо. Святую Библию я в секте получил, пятидесятникам не став ни на минутку. Библейский свет не староверческих лучин, на русском языке, не на церковно-нудном. Да, секта, да, они все сплошь еретики, но лучшее, что обрелось в ту пору, я принял там и, к счастью, стал таким, в любом вопросе ерунду не порем. Без Библии я ноль, без всяких запятых, не состоявшийся, не жил евангельской верой, жег свечи по церквам, молился всем святым, не знав Христа, то не считал потерей. Таких оболтусов я вижу пруд пруди, упрямых, озверелых и настырных. Не видел бы Христа Иисуса впереди, вне возрождения под мрачную копирку. И от баптиста много перенял, найдя в Писании прямое подтверждение. Учился ждать, под снег уйдет... Жать, жать! Учился жать. Под снег уйдет стерня. Зачем пренебрегать советом дельным? А ныне сам еретикам давно несу, святых отцов святое толкование. Отвергнув, стали ковырять носу, предпочитая плыть по гибели в обмане. 31.10.2008. Игнатий Лапкин. Притча... Притча 1.20. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входа в городские ворота говорит речь свою. Да коли невежды будете любить невежество, да коли буйные будут услаждаться буйством, да коли глупцы будут ненавидеть знания. Плотно зажимаясь из платочек. Рустам. Игнатий Тихонович, мир вам! Как бы вы мне посоветовали сократить свой рацион? Один ломать хлеба на день годится? Либо достаточно для меня соблюдать ближайший великий пост? Игнатий Тихонович думает, какой там лопать хлеба? Хоть бы пост выдержал, и то хорошо было бы. Игнатий Тихонович от священника не меняет? Нельзя исповедоваться и причащаться у разных священников? Игнатий Лапкин. Нежелательно, если нет основательных причин, то это даже канонам запрещается. Чуждающихся собрания одной церкви не принимать и в другой церкви. Дальше. Принявший отлученных и сам добудет вне общения, как производящий замешательство в чине церковном. Ну то есть в церкви один священник, а ты перешел в другой храм, и так делается, Антиохийский собор. Антиохийский собор, правило второе. 341 год по Рождестве Христовым. Галина Влеська, Новокузнецк. Христос посреди нас. Ошибка моя в письме. Не Санников, а верно было написать Калинников, простите меня. Обещала. Кому-то, я не знаю, Андрусенко Александру, наверное. Совместный скайп-разговор. Но не выйду по понятной вам, Игнатий Тихонович, причине. А именно, просмотрев хорошие ролики на ресурсе, Жития.ру с верными православию братьями, Сергеем Козловым, Виталием Калиниковым, Евгением Тарабко, а также с, видимо, Александром Андрусенко, Адмухой и православными священниками. Это через запятую. А, это она скрывает этого Андрусенко, Адмуха это отдельно. Дмухой и православными священниками, Ваш ролик со сватом поняла, Почему Андрусенко меняется, И даже внешне уже не тот. И глаза, и выражение лица. Эти люди-то видят это дело. Хотя Андрусенко вначале говорил, Да я никому не присоединюсь, Все это из тебя выветрится. Главное, тебя натравят против святой троицы. И уже это и есть идет. А дальше твоя вера никому не нужна. Еретиком умрешь. Все в пыль превратится. Говорил ты как, пошел там, Не поладил сеписком. Смирения-то нету. Главного качества. А было бы смирения, значит, Этого бы не было. А сейчас прям под меня подкапывается. Я его не трогаю никак. Он слишком для меня хороший человек. Помощник в деле был. Скажи, как взбесились. Дальше. А слабый мозг Рома-малыша Вообще доведен до кризиса этими лжецами. Господи, помилуй. Мудрость народная. Скажи мне, кто твой друг. И я скажу, кто ты. То есть, мудрость народная на двоеточие надо поставить. Говорят, скажи, кто твой друг. И я скажу, кто ты. И даже есть такой поворот. Скажи, что ты ешь. И я скажу, кто ты. Мудрость христианская. Сколько раз нужно обличить еретика, Чтобы отвратиться от еретика окончательно. Написано, после первого и второго разумления отвращайся. Ибо он грешит, будучи самоосужден. Отойди от него. То есть, он весь заразный. Ну, человек, который заболел там, У него заразная болезнь там. А тысячи человек в зале. Он один может всех заразить. Но тысячу здоровых одного заразного не могут излечить. Так Бог установил. Поэтому одно. Отойди. Не разговаривай. Многоразовое поучение на грани с обличением Под силу только вам, Игнатий Тихонович. Так что пусть и не жалуются на ваш характер. Бревна из речки легче вытаскивать. Бревна из речки легче вытаскивать. Или бревна из глаз заблудившихся овечек, Когда дал волка еще далеко. Или из глаз утвердившихся в своей ереси еретиков. Нравятся свиные рожки? Или отеческие столы? Будто из преисподней выпрыгивает. Актеры Петрушки. Тридцать лет ползала моя истерзанная душа... Ползла. Ползла моя истерзанная душа к истинному пути веры. И когда семь лет назад наткнулась на ролик отца Андрея Кураева с Игнатием Тихоновичем О происшествии в Казанской семинарии, То мгновенно соединился мой дух с духом Игнатия Тихоновича. Мгновенно. Слава Богу. То есть Андрея Кураева, когда там на совещании, никто не спрашивал. Он сам просто вопрос задал. Кто самый-самый известный проповедник, миссионер? Я тоже не знаю, где это. Мне это Юрий Соболев показал на него. И вот эти вот маленькие ролики, он скольких людей уже привел. Прямо на этом останавливается и все. А остальное где там в Андрея яйцами кидает. И они не играют никакой ролики его там выступления. А вот тут сыграло. Я прыгала и молилась от радости такой находки, как геолог в тайге. Как же долго искала наставника, и Господь смилостивился. Наконец-то! Вот говорит, я зазомбировал. Ну как? Как зазомбировал, когда я даже не знаю. И даже моего ничего не слышала. От одних слов Андрея Кураева. Душа семь лет она именно ищущая. Она все время искала. И вдруг такой поворот. Как я мог зазомбироваться? Зомбироваться нет ничего такого слова. Это придумали они его. Так. Все мои вопросики и вопросищи были отвечены. Ум постройнел, и душа возрадовалась. И никакой дух лжи в меня до сих пор не входит почему-то. Вот как она укрепилась. Считающие сами себя любящими Христа. Усильте сами свое же и самообразование. Это наипервейшее. Чем надо заниматься. И при этом постоянно с полнейшим отвержением своей самости. Ну допустим, я знаю, который там Александр Андрусенко. Ну хороший человек-то. Вот прилепится кому-то. Ну поет там, ходит этот Симон. И что? По горам ходит его, снимает там целая студия. И что ты получил-то от него? Да одна литургия стоит тысячу лет всей нашей жизни. Вдумайся в нее. А это проще всего. И нашел кого? Олега Свата. Сколько там это все собрались. Все говорится о шмотке. Все отверженные, которые троицы не признают. Ты же, ты уже, если так, ты уже пропал. Да еще за собой жену тянешь, отвечать будешь. Александр, дорогой. Вляпался-то куда. Тебя не вытащить оттуда теперь. Иначе вас напоят дводицей из козлиного копытца. Битва за каждую душу ведется в невидимом для нас мире. Без перерыва на обед. Лодыри не то, что не добегают. Они бегут вовсе. Предоставляя свой разум на истерзание ожидающим на обочине волкам в овечьих шкуроках. Стецы. Интернет-общение весьма комфортно. Но и порой трагично. Вот возьми, что с романом сделалось-то. Полностью мозги снес сатана. Ничего не знает. Так он не знает, что еще впереди-то будет-то. Уже духовный отец ни разу не встречался, не знает. Он рукоположный, отлученный, преданный анафеме. К нему лезет. Ну я судил, что с ума сошел. Столько иметь у нас был. Такой молодец. Столько трудился. Все под корень рубил. Почему? Дьявол ничем не считается. Лишь бы душу затащить. И он сейчас вытаращит глаза бешеные. Прям смотришь. Ну что, взгляни на себя в зеркало-то. Посмотри, что с тобой сделалось-то. Какой выкуп человек даст за душу свою? Простите, что приходится объяснять в юродивом стиле отца Владимира Головина. Надеюсь быть услышанной, так как сознательно иду на невыполнение своего обещания Александра Дульсенко, чтобы не обвинили меня в моей принадлежности к московской патриархату. Что только обещать и гораздо. И аз так же не сторож и не сиделка. Трудитесь сами над своей душой. И кроме Игнатия Тихоновича никто вам либо нам не будет помогать. Только он и помогает искренне, толково, бескорыстно, а остальные суть волки, за речащим исключением, да и то среди священства из моего опыта. Вот, допустим, учиться надо. Как-то сели посчитать, что за конспектированные какие-то книги. За одну зиму 24 тысячи страниц. Ну, маленько, прикинь себе, хватит тебя на это. А учиться сидит, глаза таращит, там, в семинарии, в академии, ничего не знает. И вот я в прошлый раз уже показывал Степаненко, Максим, и показал. Целые епархии на одном месте стоят. На месте стоят. Взял за 6 лет и получилось, что у меня посещение этих, которые подписчики, в 10 раз увеличилось. В 10. Они стоят на одном месте. У них ничего нету. Смертельно вредные всякие шатания их. Эти тоже самые, на своей душу это не трудятся, а я кому-то пристал. Ну, опять же, ты кому-то пристал-то. Селение можете образовать? А 21 тысяча заброшенных? Нет. В общем, ну, создать можете? Нет. В закутке так и сидят. Скинь лишний вес сначала с себя. Там, нашли они, Олег Сват, 150, что ли, килограмм. На одном месте. Еретик из еретиков. И как точно, его никто не учил. Но заходят, вот у меня это прослушивают. Если кто мне пишет, ага, брат Виталий, найти сейчас. Они начнут его обмозговать. Но уже понимают. Говорят, а по мордасам получить? Вот начинают искать. Это было уже. И какую-то душу, если вытащат, вот они сейчас топчутся на Андрусенко. Это никому не нужно, Александр. Потому что там собралась нечисть одна. Нечистая сила. Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ли замуж выдают? Столько времени давили полы в православных храмах и ни разу не почувствовали невесомость? Почему? Удобряйте свои сердца. Больно будет. Больно будет? Холиленд. А в городе Омске приглашающий хасид сказал, что они всем рады, и с ними и православные сектанты? Вопрос. Те тоже, в кавычках, свои. Так как Христос обычный сектант. Это он им ответил так, этот еврей. Пока гоняемся со сторожевобашнистами по всей стране. А рядом с Сибири хасиды с прелестной улыбкой, зазывающие к себе на сборище. План в действии конкретно. Поясните, Игнатий Тихоныч, какое иметь правильное отношение к таким событиям? Авраама во всеми буду благословлять. Но что сказать об этом мне на благовестии, если спросят? Игнатий Лавкин. Отвечай так. Нас Господь благословил проповедовать об умершем за нас и воскресшем из мертвых Иисуса. О этих людях нас Бог не уполновачивал рассуждать. И на том твердо стой. То есть ничего не говори? Зачем говори-то? До этих помоек-то конца края никаких нет. И при том они стоят и хохочут. Они умышленно делают хасиды. Ты для них гой. Ты произошел от скотского семени. Найди лучшего христианина, убей. Это их лозунги. А что ему отвечать? Да ему ничего не отвечать, нету. Антихристово племя. Слуги дьявола, как считай Евангелитяна 8.44. Игнатий Лавкин. Евгений, проявите истинное желание, чтобы прочитать три мои статьи про католицизм. Вот здесь. Они там беседуют и показывают папа, показывают рожки, мизинец и указательный палец. И, так сказать, вот они как. А Игнатий признает, как же так, Евгений удивляется. Я ему говорю, вот три, пожалуйста, даже четыре. Так, книга «Кристина православия». Да, вот оно где, вот открою. А теперь «Гордость папства», «Человек-убийство и ложь Ватикана» и «Патимская весть трагедии или надежда». Вот не так и много. Евгений Трабко. Игнатий Тихонович, постараюсь найти возможность в ближайшее время прочитать. А почему вы хотите, чтобы я именно эти статьи прочитал о католицизме? Ну, потому что я чувствую, что они необходимы ему. Он понял, что у нас расхождение. Игнатий их признает, они такие, ну, пальцем все это можно пристроить, показать, нарисовать, фотомонтаж сделать. Другое дело-то, я разве это одобряю, я одинаково с Евгением Трабко, абсолютно полностью согласен. Но я признаю-то что-то еще. Дальше. Игнатий Лапкин. Я прослушал весь разговор ваш с Сергеем Козловым. И там был показан папа, и руки. Козу-дерезу пальцами показали знак сатанистов и масонов. И мне пригрезилось, что вы будто бы подумали, что я этого не знаю, и их признаю за церковь. Когда же прочтете эти три статьи, которые вам многое могут открыть, тогда меня и понимать не нужно будет. У нас будет одинаковое мнение. Признаю их за церковь, за сохраненное рукоположение. Не более того. А что вам не нравится у них, то мне более того, и намного более не нравится в них. Вот и все. Евгений Трабко. Я прочитаю. В Израиле у нас католицим занимают сильные позиции. В Ватикане есть право открывать свои школы, университеты, институты. Даже слышал такое, что православные некоторые отправляют своих детей в католические школы из-за отсутствия православных школ. Греки что-то имеют свое духовное, образовательное, православное. Но их арабское православное паство находится в очень духовно слабом, немногочисленном числе. То есть не вот что там делает, Папа разрешает ставить. Какое отношение-то имеет к Евангелию? В этом вопросе так называемые свидетели Иеговы, то есть свидетели сторожевой башни. А они делают правильно. Ничего не надо. Христос послал прямо. Только обратился, ну бесноватый, только исцелил. Иди и благовествуй. Все, все институты позади. Духом святым надо быть движимым. Прислушивайся к Никео Царегатскому символу, что святые отцы сказали. И все тебе, все университеты в это вложи. Русская православная церковь накрепко зажата греками в угол монастырский. Вот как. Вот это греки всегда такими были. Как они трудно давали патриаршество, чтобы русская церковь, которая в десятки раз больше греческой, чтобы поставить свое здесь патриарх, и даже были греки. И наконец вышли из-под них. Они мертвая хватка держатся за это. Я вот проездил сколько, всю Европу прошли, спрашиваю, а где самое плохое состояние духовное? Я говорю, в Греции. Нигде такого не видал. Ни такие есть с рождения. В каждом дворе готовы ставить храмы. А сами живут как безбожники. А где это? Посмотрите, как они венчаются, когда большая греческая свадьба. Ну, цыганский табор. Боятся конкуренции от русских. Видят в русских православных своих соперников на духовном поприще. Вот так. Когда-то русская духовная миссия основала 150 русских школ на Святой Земле при начале своего существования. Сегодня все позакрывалось. Греки все закрыли. Осталась одна русская православная школа, и то на палестинских арабских территориях, за чертой. Греки разрешают зарубежной русской церкви РПЦЗ иметь только до пяти священников в Израиле. Понятно, но ясно, что юзверги, антихристи самые настоящие. Ватикан имеет же полную свободу открывать приходы, где они хотят. То есть, ну ладно, Ватикан свое дело, но не Ватикан же это запрещает-то. И не арабы запрещают, не евреи, а запрещают греческая церковь. Валентина Сартисон. Мир всем! Прошу всех имеющих расположение помолиться о внуке моем Александре, у которого предстоит операция в 12 часов по московскому времени сегодня. Сильнейшее воспаление носовых пазух, перешедшее на глаза. Спаси Христос! Вот это какая-то по цифрами пишет, вот, женщина передала. Почему не написать-то имя свое, какое там? Передала молитвенную просьбу всем. Валентина Сартисон. Спаси Христос! Саид Олекс. Молитвенная просьба. Пожалуйста, помолитесь за Александра, Михаила, Сергея и Елену. За исцеление от проблем со щитовидной железой после работы на Чернобыльской. Спасибо. Валентина Сартисон. Помолимся. Наталья Усатая. Спаси Христос! Сама знаю, как тяжело и больно видеть, в каком состоянии дети после наркоза. Особенно помоги Господи и укрепи ребенка и родителей. Валентина Сартисон. Благодарю, Наталья Усатая. Напишите, как все прошло и в каком состоянии внук. Валентина Сартисон. Валентина Сартисон. Виталию Калиникову. Виталий, посмотрела вашу беседу с Сергеем Козловым. Ты молодец и беседу хорошо ведешь и говоришь правильно. Но вот одно я заметила. Много двигаешься, ерзаешь. Или волнуешься, или эмоции перехлестывают. Я, глядя на тебя, стала в себе ощущать какие-то неприятные колебания. Ты не обижайся. Мне хочется, чтобы твои беседы стали еще лучше. Помоги тебе Господь. Ну, трудно говорить, нукать часто. Мне тоже это заметно. Ну, что говорить-то. Над собой не работал. Надо работать. Чаще считать что-то там, братья. Валентина Сартисон. Наташа, я не могу пока ничего сказать, так как сама ничего не знаю. Операцию делали в Зуле, в другом городе, около ста километров от нас. После обеда Таня с дочкой поедут к нему. Тогда сообщат. Сартисон продолжает. По обязательной программе обучения в школе Религион. Наши внуки обучались у католических преподавателей. Сергей Козлов. Я Сергея спрашиваю Козлову. Вот это два ролика он беседует. Ну, в одном беседует Старопко, в другом с Калиниковым. Я говорю, ты разрешаешь мне их взять-то, чтобы я к себе перетащил их? Сергей Козлов. Конечно, ставьте. Буду очень рад. Игнатий Лапкин. Обнимаю, целую. Маме Татьяне и Леничне всегда поклон. Мы ежедневно молимся о вас. Вы наши дорогие и близкие. Сергей Парализованный. Спаси Христос, дорогой наш. Ученое воскресенье. Ты вчера точно так же открыл дверь ей. Серьез. А потом четыре дня подряд с понедельника и закончится в четверг вечернее моление канон Андрея Критского. Так что занятие будет только в пятницу. Простим прощения. Простим прощения. По мнению Трапко считается зазорным. Дебилизм чистой воды. Не заходить. Я понял правильно. Как заходить? Там никто не препятствует заходить. А именно... Ну-ка, приходят, а я там буду причащаться тоже. Вот о чем речь-то идет. Тут Сергей Ильин как-то собирался меня добавить в свою группу. А потом удалил. Что за манипуляции? Я питаюсь с вашего стола, Игнатий Тихонович. А подача к чужого стола, чужого двора мне и даром не нужна. Слава Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Рустам, ты Сергея Ильина, говоришь, собирался добавить и прочее. А тут что-то я тебе возразил, ты меня сразу в черный список занесся. Но на один день, а потом распечатал меня. Вот и судить другого. Александр Сергеев. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень понравился мне ролик, где вы разговариваете с кошкой и переводите с голубиного языка. Хороший, искренний. А главное, добрый ролик. Очень понравилось. Побольше бы таких. Вот так. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Дай нам, Боже, выдержку и терпение, чтобы эмоции были под контролем. А гнев праведным и направлен против врагов Божьих. Бесов со своим предводителем Сатаной, опавшим от Бога и увлекшим за собой одну треть ангелов. Виталий Калиников. Помогай ему, Господи. Виталий Калиников говорит. Виталий Калиников, помогай ему, Господи. Тут необычной такой интонации нужно подать. Виталий Калиников, помогай ему, Господи. Открывает как бы второй, производный от начатого нашим учителем и наставником во Христе, участок по благовестию Слова Божия, канона в церкви, участниками которого выступают ближние и духовные чады Игнатия Тихоновича. Помогай ему, Господи. Евгений Трабко. Протестанты, они вообще очень предпринимательные. Менталитет мышления, такой у протестантов в целом наблюдается. Православные в целом более пассивны в менталитете. Организованностью протестантов можно только поучиться православным, как строить из церквей общины. Валентина Сартисон. Да, верно. При общении с немцами я себя называю ортодоксин-кристин, православная христианка. Они о православии ничего не знают и не слыхали. Им гораздо знакомее. Это баптисты, лютеране, католики. Они и принадлежат какой-нибудь из этих групп в итоге. Православие мало знакомо в Германии. В настоящее время количество православных приходов значительно возросло. Это я услыхала от нашего ныне покойного епископа Феофана. Сейчас, видимо, интерес к нам возрастает. На последнем богослужении я заметила у себя в храме лютеранского пристера, пристер, священник. Наш батюшка в конце богослужения подошел, беседовал с ним и пригласил на трапезу. О чем они беседовали, я не узнала, так как мы торопились успеть на занятия в скайпе. Немцам мы объясняем православие так. Я не прочитаю это. То есть, как старокатолики, только без папы. В Германии строго чтится воскресный день. Все торговые и прочие заведения в этот день закрыты. Моя дочь, когда училась в Бамберге, жила в близлежащей деревне, где занимается сельским хозяйством. Там в течение недели все трудятся, как муравьи, а в воскресенье дружно тянутся в местную церковь, а работа вся замирает. Виталий Калиников не протестант, он православный. Виталий в 2016 году жил весной в Потеряевке. Много там трудился и молиться ходил в Потеряевский храм. Много там приобрел и многому научился. Было много выставлено очень интересных видеороликов с ним. Евгений Трапко. Про какого-то Джастас говорили? Этот Джастас, он живет в Алтайском крае, недалеко от Игнатия Тихоновича. Ну, предприниматель там это делает, коровку держит. Вот что интересно. Но мне нравится его мышление. Мне оно где-то родное, близкое. Там, в протестантизме, многие христиане такие предпринимательского духа. Вот он нет предпринимателя, он живет один. А мне никакого интереса в этом нет. У него там ни молитвы нет, ни рассуждения. Ну, живет и все время хохочет и хохочет. Что я могу сказать? Ну, пусть он трудится, но какое отношение имеет? Это все сгинет. Для души-то какой? Если душе-то повредишь. Саид Олекс. Но все протестанты слабее в объяснении Библии. Я не говорю о канонах церкви. Много из того, чему учат в семинарии, не несется в православную церковь. В церкви больше обрядов. Вот поэтому изучай Библию, смотрю богословские размышления. Евгений Трапко. Возьми сильную сторону протестантов в организованности, предпринимательности и общинности. Я был среди них. Эти стороны характера в человеке у них очень сильно развиты. Евгений Трапко. Много раз к нам приезжали всякие американцы, протестанты. Я на них насмотрелся и наслушался. Но были и очень сильные личности, готовые из тебя сделать в один день предпринимательного человека. В один день сделать? Ну, смешно даже. Из тебя могут они сделать? В один день. Жизни не хватит. Валентина с Артисом. Прошу прощения. Обращение, он обезличено. И я отнесла это к Виталию. Но удалять не буду, дескать, и не ся. Татьяна. О! Игнатий Тихонович, здравствуйте. Во время рождественской службы в алтаре горела свеча. Позже эту свечу передали нам с мужем. Это какая-то особенная свеча. Какое значение она имеет? Если зажечь дома эту свечу, или, например, любую другую, купленную в церкви, существует какая-то разница? Спасибо, Господи, Татьяна. Интересно, Татьяна. Это, о, это, я скрыл специальную фамилию где-то, а ты прочитал. Это тогда рассказывали, такой рассказ, что Брежнев дали прочитать бумагу. А он, о, 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 да это, говорит, знак Олимпиады, Олимпиады. Ну, тут написано, о, я и считаю. Игнатий Лапкин. Никакой. Если свеча не абсолютно чистая, то есть в ней... То есть в ней есть... То есть в ней есть примесь к воску какой-то горючей мерзости. А в абсолютном числе восковых свечей в церкви почти нет. Там, говорят, вонючие. С софринского производства свечи разной расцветки. Они годны, разве только дома сходить с ними в сарай. Левитам 10.10 Чтобы вы могли отличать священное от несвященного. И нечистое от чистого. Их такие нечистые... Их. Нечистые свечи. Их такие нечистые свечи. Даже в храм заносить нельзя. Но тут бизнес многомиллиардный. Как они сами пишут. А то, что она горела в алтаре и не догорела, по-обычному агар акварованный. До конца не догорел. Не все сожжения. То разницы никакой нет. Нечистое остается нечистым в любой позиции и месте. Псалом 39.7 Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл не уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Все сожжения. А агарка, большие кули и мешки стоят переполненные. Красная, зеленая там свечки. Мерзость. Евреям 10.8 Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. 93.17 Псалом. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре... То вскоре бы усилила душа моя. Это я переименовал ролик один у Сергея, который взял так. Евгений Трапко. Мне позвонил сегодня Владимир Скок, пятидесятник, единственник по скайпу, и обвинил меня в том, что я лью на них ложи грязь в том, что сказал в беседе с Сергеем Козловым, что они не исповедуют Святую Троицу. Он мне возразил, что они не исповедуют Святую Троицу. Я спросил, правда исповедуете? В трех ипостасях личности, как единого нераздельного Бога? Нет, он мне ответил. Он исповедует Троицу Отца, Сына и Духа Святого в одном лице. Видишь, как хитрят они. Я ему ответил, это не новая ересь. Был такой епископ Савелий, который начал проповедовать ересь, неверное понимание об Отце, Сыне и Духе Святом, что это одна личность. И последователи его назывались его именем, Савелиане. Они ушли в секту, откололись и существовали как секта некоторое время, и потом исчезли. И вы, пятидесятники, единственники, возрождаете ересь Савелиан вновь? Савелиане учили, что нет ипоснастой разницы между Отцом и Сыном и Святым Духом, что они составляют одно лицо. Основателем этой ереси был епископ Птолемиады Пентопольской Савелии, живший в первой половине третьего века. Так учишь и ты у себя в собрании. Я написал Владимиру Скоку, в ответ молчание не пишет. Не пишет. Он хитрый такой, это нашел там, ага, а вот такой-то сказал о тысячелетнем царстве. То есть он нашел где-то кто-то. Ну и что, что нашел? Лев Толстой тоже нашел одного переводчика Библии, его только брал. Но тот говорил, как он, не признавая Библию, Бога за личность не признает. Анастасия. Мне кажется, эта тема опасная в словах. Часто люди, имея в виду одно и то же, обвиняют друг друга в ересе. Даже тех самих армян. Мол, они монофизиты, ибо принимают Христа как одну природу, богочеловеческую, а не как две, Бога и человека. Хотя так говорил Кирилл, не помню, Александрийский или Иерусалимский. Если человек считает Отца Богом, Христа Богом, Духа Богом, а в этих лицо ипостасия греки любят усложнять и анафемами разбрасываться. Евгений Трабко. Церковь установила на соборах это как ересь. Есть семь вселенских соборов, поэтому мы и должны держаться только православие. Анастасия. В этих всех различиях ипостасий, конечно, есть смысл. Но не все имеют высокопарный мозг. Помимо впадения в ереси и крайности, важно и от простоты во Христе не отойти. Евгений Трабко. Тут я не размышляю, я доверяю соборному разуму Церкви Святых Отцов. Абсолютно правильно рассуждает. И Анастасия правильно, и Евгений Трабко как к единству подходят. Анастасия. Я принимаю соборы Церкви. Но это соборы. Они остаются в авторитете соборов, но не Писания. Вот так. Например, тот же Третий Собор то принимали, то не принимали. С апостольским собором такого не было. Да и с Никейским, насколько мне известно. Многое связано с политикой. Понятно. Девчонка, и такие рассуждения прямо удивительные. Вот Бог дает же ей это. Вот о которой люди так интересно рассуждают, а они откуда-то пришедшие, не выросшие в православии. Анастасия, тут я не размышляю. Она берет его Евгению словом, правильно говорит. Я размышляю, это важно. Это тоже правильно говорит. О чем размышлять? Не о божестве, а о чем-то. Евгений Трабко. Отцы православия имели высокопарный мозг, несомненно. Это были трубы духа, как говорил нам Игнатий Тихонович. Это говорил я. Шестой вселенский собор, второе правило, Евгений, знай откуда. Это не мои слова. Анастасия. Мне хватило общения с греками. Они, имея высокопарный, в кавычках, мозг, зная все каноны соборы, деревянные. А сами деревянные. Нужно оставаться живым и мыслящим человеком. Евгений Трабко. Под сомнением мы соборы никак ставить не можем. Мы должны доверять соборам. Нужно не забывать, что православную церковь именуют церковью семи вселенских соборов. Греческая византийская церковь оставила нам святое наследие святых отцов. И верное писание Ветхого Завета 70 еврейских толковников, переведенных на греческий язык, именуемую септуагинта. А нынешних греков оставим в покое. Пусть с ними Господь разберется. И того хватает, что они в Израиле зажали нашу православную русскую церковь в угол монастырский. Так что не продохнуть. Схватили по самое горло. Анастасия. Евгений, тебе как-то пришлось решать вопрос с почитанием целования мощей? Или у тебя не возникло проблемы? Евгений Трабко. Важно помнить, даже в среде Пятидесятничества есть раскол богословский. Вначале первые Пятидесятники были тринитариатами. Те, которые исповедовали Святую Троицу в трех лицах. Но как единого Бога. Совершенно правильно. Антитринитарий и Тринитарий. Тринитарий. Потом из среди их откалывается некоторая часть Пятидесятников, которые начали исповедовать Троицу в одном лице. Пятидесятничество разделилось на два лагеря. На правый и левый. Правый именуется Тринитариатами, исповедующими в трех лицах. И левый лагерь именуется Единственниками, исповедующих Троицу в одном лице. Вот я когда обратился в Латвию в 62-м году, вот там были как раз эти Единственники. И они молятся, когда говорят, отца и сына во Святом Духе. Не Святому Духу, а во Святом Духе. И сразу поэтому можно было определить. Анастасия. Отчасти поняла. Но все же вопрос выражения учения Троицы словами, это вещь сложная и опасная. Правильно, абсолютно правильно. Забыла имя человека, который составил символ веры. Так он никак не мог понять единство Творца. И как это выразить словами? И ему явилась Мария и Христос, кажется. И продиктовали слова символа веры, который очень точно выражает единство нашего Бога. Гений Тропко. Мощи не целую. Захожу в храм, приложусь к престольной иконе, перекрещусь три раза и становлюсь на место молитвы. Есть мощи в монастырях, некоторые к ним прикладываются, лбом, ушами. Потом целуют. Я не целую, у меня нет веры на такое. К мощам отношусь хладнокровно. Анастасия. Я пока не могу занять позицию. Во-первых, я новенькая. Во-вторых, тут тоже нужна рассудительность. Перекос в любую сторону чреват у нас в храме, насколько я поняла, мощи младенца мученика Гавриила. Но они лежат в алтаре. В зале служения, я кажется, мощей нет. Евгений Тропко. Да, с мощами будь осторожна. Есть такие, и лбом касается. Наверное, что ума прибавилось. И ушами прикладываются, чтобы лучше слышать. Да, смотрю, Путин тоже подошел, перекрестился. Как попало, перекрестился. А до того, хорошо крестился. Я говорю, его патриарх развратил. То есть подмышку, когда-то руку толкает. Вот, на левую сторону когда. И лбом. Путин лбом к икону Баднула пошел. Ну, а что, от них же взял это. Никакой грамоты не хватит. Анастасия, не зная позиции нашего настоятеля. Он кажется здравым, но в то же время наивным. Или я стала слишком скептичной, или это здравый рассудок, не знаю. Отец Сергий так вдохновенно рассказывал, как на Иордане, на крещении вода меняет свое течение, а я и не знаю. Вода меняет течение, в обратную сторону потекла. Но это образное выражение. Обидно, что в церкви есть и волки, и невежды, которые обманывают людей. Как говорится, в миру известны 8 голов Иоанна Крестителя. Но только 3 из них достоверные. Вот это добавка. Ну, что только 3 достоверные. Раньше не говорили-то. 8 голов. И главное, там 25 рук у него уже. Каждый. Евгений Трапко. Лучше нам тема мощи пока что в храме не трогать, а то посчитать за сектанта. Как и с Игнатием Тихоновичем случалось, что его за сектанта считали. За то, что он учил, что мощи достойно нужно взять и с великими почестями похоронить. Анастасия. Позиция Златоуста мне очень близка и относительно чудес и мощей. То есть он говорил, чудес не ищу. Они мне не нужны, я и так верю. Нужно в суть всматриваться. Для чего мощи похоронены, дабы вспомнить святого, его подвиги. Да. А чудеса – дело опасное. Именно на «чудесный» в кавычках крючок антихрист будет ловить. Вера должна основываться на слове Божьем, на любви к Господу, а не на чудесах. Отош и я о том, что нужно занять правильную позицию. Палка о двух концах. Нельзя быть боязливым, молчать об истине и в то же время быть смиренным в церкви. Евгений Тропко. Для меня самое ценное православие – это творение святых отцов и их толкование священного писания. Божественная литургия. Какая она глубокая, если начнем понимать церковно-славянские. Литургическая молитвенная тишина, особо в монастырях, когда нет яркого света. Свет исходит только от свечей. В храме нет искусственного света. И ты проваливаешься в глубокую молитву. Ничего не хочешь видеть вокруг себя. И только ощущать запах ладана, божественного присутствия святого духа и молиться. Люди, которые пришли в православие, откуда-то? Смотри, какой у них духовный склад. Анастасия, да, согласна на все сто. Этого нет у сектантов. Удивляюсь, как две тысячи лет прошло мимо меня. Без церкви, без истины мозги атрофируются. Евгений Тропко. Все зависит от священника, насколько он молитвенно подготовлен к литургии. И от певчих. Я посещаю в основном сейчас только Елеонский монастырь РПЦЗ. Там до сегодняшнего дня, после слияния РПЦЗ с МП, у монахинь и монахов нет доверительного отношения к Московской Патриархии. Если присылают священника из МП, как случилось с моим батюшкой Архимандритом Иннокентием, который меня крестил, к нему подозрительно относились недоверчиво. Пока что не вошли в доверие после нескольких лет. В монастыре там монахини особенные ревнители литургии. Как они поют в один голос слитно, как ангелы небесные. Видно, насколько они любят и восхищаются литургией. РПЦЗ во время советской власти проявила себя и ее иерархи, такие как Аверкий Таушев, как ревнители святости и чистоты православия. Аверкий Таушев даже написал статью, с каким Папой Римский нас учат объединяться. С каким Папой Римским. И там описаны все ереси и богохульные превозношения над Богом и над другими церквами. Евгений Трабко. «Мир вам, Евгений». Вот меня спросят, ну а вы согласны, что Таушев написал? Вот материалы, которые я сказал прочитать в книге нашей, к истинному православию, там почти все это упоминается. Все это я знаю очень хорошо. И правильно все написано. Но это церковь. Вот на этом остановиться надо. Вот мне с первого дня это дано было. Я с католиками ни разу за всю жизнь не спорил. Никогда. Зачем? А на церковь. И с горганами-армянами встречаясь никогда не спорил. Никогда. А не церковь. Так они не так понимают. Ну не так понимают, это другой вопрос. Вот Евгений Трабко пишет. «Мир вам, Евгений». Хотела... Это не Трабко. Хотела спросить вас... Какой-то Евгений пришел, ведь новый. Почему тогда хотела? Ну ладно, не знаю. Спросить вас. Вы пишете Анастасии Литургии. Вы можете мне скинуть материал о Литургии. Я тоже хочу понять глубины значения. Глубины значения. Прослушала много роликов. Но так слабовато. Вы прослушиваете на предании.ру сайте. У меня нет материалов особых. Хотя в интернете можно что-то и найти. Попробуйте Александра Шмемана. Он много писал о Литургии и изъяснял ее. Евгений Трабко сдал ссылку. Можно найти и в аудиоформате предания.ру. Наталья Усатая. Благодарю. Спаси Христос вас. Анастасия. Я долго не могла принять Литургию. Понимала, что мне это нужно. И как котенка за шкиборки несла себя на службу. Там подала в ступор. Молилась, чтобы была любовь к иконам, Литургии и так далее. И однажды услышала, как хор запел. Благослови душе мою Господа. В самое сердце. На глазах выступили слезы. И теперь меня приполняет радость, приходя в храм, как Давида. Радовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Бога. Вот стоят ноги наши в вратах твоих Иерусалим. Наталья Усатая. Живя тут в Германии, два года я не был на Литургии. А потом с мужем прогуливались по центру города много высоких католических церквей. Обошли три раза. Один католический храм. Я посмотрел, на камни есть надпись русскими буквами. Русская православная церковь. Я так сильно была рада, мне очень не хватало воскресной литургии. Саид Олегс. Да, это радостно, что Игнатий Тихонович правильно говорит о мощах и их захоронении. Аминь. Я не наставил на это, но к этому придете все, сейчас или на суде Божьем. Никто, один святой не разрешал, чтобы его терзали, фаршировали, зашивали куда-то. И при том это, даже по-другому не называешь, язущество. Это не в Библии, нигде этого нет. С чемоданами костей ездят и неизвестно, чьи. Один раз разобрались, посчитали, отказалось, что кости, чеченца, неверующая, мусульманина. Это как мормоны, ходят на кладбище, всех переписывают, потом знакомятся в похоронном бюро и всех переписывают. И женят друг на друге, мертвецов всех. И у них много получается людей. Так, сколько у нас? 53 минуты. Все на этом на сегодня. Показать надо, что считает у нас. Никита Андреевич, Колесников. Вот, тут у меня голубки летают утром. Вот они сидят. Стоит, а где-то. Все. Володя пошел топить печку в храме. Сегодня прощенное воскресенье. Пойдем в храм. Все, с Богом.